Все как всегда, блядь. Что нахуй ему, блядь? Который рос на Амиране, Майами, Текиле. Ну, знаешь, в чем их трудность? Блядь, я накажу тебя, понял? О, а сколько надо заплатить? Я прилетел в Москву, смотрю, погода, конечно, ну, максимально отвратная такая, прям, ну, по сравнению с тем колоритом, который я сейчас видел, конечно, тяжеловато. Ой-ой-ой. Ну, знаете что? Просто запомните, сегодня 8 мая, 9 мая будет уже солнце в Москве. Знаете почему? Ну, там, может, пока с Казани, она сейчас чухнет, что меня там нет. Пойдет туда, где я. Вот увидите просто, завтра будет солнце в Москве. Единственное, что вот очень сильно понравилось, сейчас я приехал в Москву. Понятное дело, что в Москве такси, знаете, там докуда-нибудь стоит, ну, там шальнет вообще каких-то бабок даже эконом. Подхожу, говорю, а можно аэроэкспресс? Говорю, билите. Она говорит, да, 400 рублей. Я говорю, а есть, говорю, какой-нибудь там бизнес, не бизнес? Она говорит, да, 800 рублей. Что-то, ребят, 800 рублей, поверьте, это подъемные бабки. И ты спокойненько сидишь 30 минут и не думаешь о том, что ты там куда-то успеешь или нет. Поэтому я вам советую, очень удобная штука. Сто процентов. Передай привет. Бро, I'm sorry. I'm Russian bloggers. One million followers. Please, photo, stop it. Yes? Okay? Oh, thank you. Того, мой английский не подключался. А можете это? Ну, вы же крепкие, вы сильные. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вот так вот. Можете делать? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, спасибо, пацаны. Вы крутые? You cool? Thank you. Bye. Спасибо. А вы можете без знания какого-либо английского составить сборную Казахстана, поднять руки, а? А я могу. Зато, видите, всем подарили эмоции, все поулыбались, то есть, вот это все по-настоящему. То есть, видите, а чего это надо было? Они все идут хмурные, уставшие там после своих соревнований. Получили просто себе какую-то, знаете, положительную энергию. Они потом увидят эту фотку, кайфанут 100% про русская рубля. Помните, это тот самый сумасшедший парень. Круто же, согласитесь. Вот будьте такими, будьте настоящими, общайтесь. Это же круто. Столько много новых друзей. Вы же понимаете, что сейчас, ну, наверное, на 10-15 минут побольше там уже все бы стали друзьями, пришлось бы ехать в Казахстан. Моя английская очень плохая. Также для меня. Ну, не надо ругаться. Ты Раша? Я Раша. Я целая Раша. Так, как там у нас этот город? Сейчас, подожди, подожди. Ну, подожди, я вспомнил. Одно и погоди. Как? Ты? Как? Где твой дом? Сейчас, 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 сейчас. Ты из Италии? Италия. Италия? Италия. Ого. 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 Бро. Бух. Мы вернулись в Италию. Ааа. Кайф. Я понимаю, что он говорит, но я не могу ответить. Вот это моя самая главная проблема. Бай-бай. Бля, я совсем не найду с кем-то пиздеть. Ну, не могу по-другому. Все как всегда, блядь. Блядь, через минуту все стартует. Смотрите, все, подожди. Пожалуйста. Пожалуйста, работай. Ага, спасибо. Мы сейчас едем к моему близкому другу. Он тоже приехал из Питера. Никита, вы его уже давно все 20 раз видели. Во влогах он еще, по-моему, не появлялся. Сегодня будет первый день. И он оказался в Москве. Он так давно хотел в Москву. Он хотел вот это увидеть, посмотреть, погулять, пощупать вот это то, что дорого. Ну, я, конечно же, максимально сейчас ему покажу, что такое Москва. Пока едем в центр, быстро заселяемся, оставляем шмотки. Дальше едем на очень важную встречу. Это то, из-за чего я вообще, в принципе, приехал в Москву на встречу. С очень, очень интересными людьми, знаете. Тот момент, когда люди начинают разглядывать тебе того самого способного мальчишку, который очень много может, который очень амбициозен, навичен и так далее. Не ты уже должен искать, а они должны искать тебя. Прекрасно понимают, что сейчас, если что-то вместе сделать, дальше это разъеб сто процентов. Поэтому большие дядьки готовы вкладывать большие деньги ради того, чтобы было все круто. Но для этого надо что? Большие яйца нахуй все. Сто процентов. Самое главное, мыслить шире. Вы поймете в скором времени, про что я говорю. Я тоже как-то все, блять, не понимал, не понимал. Потом как понял, потом как понял нахуй. И теперь не остановиться, мыслить шире. Что будет дальше? Вы не представляете. Оставайтесь с нами и смотрите за тем, как прямо сейчас, перед вашими глазами, растет какая-то супер масштабная звезда. Причем не только в индустрии блогеров. Вы еще знаете, когда будут задавать вопросы, а это кто? А вы просто говорите, а это все. Ну конечно же, без вашей поддержки. Лайки, комментарии, подписки и колокольчиков. Вот это все. Пожалуйста, давайте играть вместе, правда. Со мной будет круто, весело, я вас уверяю. Самое главное, что мы все вместе к чему-нибудь придем. Точно хорошему, я вас уверяю. Мы за настоящее. Приехал в отель. Ну давайте открывайся, еб. Ну охуенно, ну охуительно просто. У меня нет этой ебучей карточки. Лифт просто стоит и я не могу ничего в нем сделать. А мне надо на четвертый, блядь. Он ничего не открывает. Вызови, пожалуйста, все лифты, блядь. На четвертый этаж. Я нахуй стою в лифте, у меня карточки нет. Я тут нахуй застрял, блядь. Давай обострелись, блядь. Чисто классика жанра. Сегодня важная встреча, там переговоры туда-сюда, блядь. Да, конечно же, давайте, блядь, постоим в лифте. Вот это подождем чего-то, блядь. Ладно, сейчас мой друг меня быстро спасет, я знаю. О, блядь, вниз поехал. Ебаный рот, блядь. Первый этаж. Да ёб твою мать, откройся ты нахуй. Сука. Блядь. Чёс, нахуй, вы ебу, блядь. Пиздец. Серьезно, что ли, на лифте, блядь, никто не ездит, никто не нахуй не может дверь эту ебаную открыть. Нахуй, я уже тут не понимаешь, что я тут просто такого, блядь, огня доеду. Денис мой неудачливый друг. Чё, охуел, ты со мной не поздороваешься что ли, блядь? Да, когда руку нормально... Пошел ты своей рукой, блядь. Это у тебя блогерская левая теперь. Да, блядь... Блоговская. Знаете, что самое смешное под... Я ему говорю, все, братан, собирайся, у нас важная встреча, типа, давай сюда собирайся, да, братан, я собран, нахуй, смотри, собран, блядь. Ну, слушай, более-менее нормальная шконка, моя нормальная. За 10 тысяч рублей? Два дня. Два дня шконка, ну, может быть, соединим, чтобы теплее было ночью? Нет. Подврачить, если что, с утра езди в туалете. Рассказывал ребяткам, кстати, проектов с криптой, расскажи то, что мы хотим. Сейчас два крутых проекта, ИСЕ, я думаю, все знают Лигу Файт Найт, ты охуенно мой бок снимаешь, вообще класс. ИСЕ хочет выпустить свой токен, соответственно, мы сейчас в первой линии зайдем по 20 центов, к концу года он будет стоить минимум доллар, по максимуму даже сложно сказать, но легко сделать X10, допустим, на 1000 долларов мы зайдем, соответственно, можно X10 к этой сумме сделать вообще без проблем через 365 дней. И есть второй интересный проект, вот предложили поучаствовать, биржа, я еще всю специфику не понимаю, вот сейчас будут встречаться с человеком, разговаривать, но там тоже можно X12, X15 сделать. У нас очень неплохие результаты, ребята, за месяц, потому что что? Потому что мы очень умные с Денисом. Он умный, а я просто харизмой торгую. Ну все, сейчас будем знакомиться с серьезными дядьками, я вам скажу. С Серегой, чтобы вы понимали, я не виделся год, наверное, даже побольше. Мне год, да, не виделся. Последний раз на Бали. Ой-ой-ой, вот это да, вот это да. Родина моя. Привет. Привет. Здравствуйте, я Денис. Целоват очень. Очень приятно. Здравствуйте, я Денис. Неплохо, неплохо. О, братан, братан, можно с тобой сфотографировать? Так, у нас встреча, нам надо немножечко пообщаться. Скажи, пожалуйста, что такое ебашить вообще в принципе? Здесь даже, наверное, не ебашить, а для себя принять образ жизни, в котором ты хотел бы как и состояться, так и реализоваться. Для многих бизнес, он складывается из того, как мы привыкли работать в найме, типа с понедельника по пятницу, с пятницы по воскресенье мы чем-то занимаемся, чаще всего в пятницу мы ходим в клуб, там напухиваемся, в субботу, там, не знаю, отлеживаемся на диване. Вы зайдите, пожалуйста, две секунды, Брон, сейчас, подожди. Где мои документы на самом деле? Я потом тебя приколю. Сейчас, погоди секундочку. Мне очень не нравится то, что ты грустишь, мне очень не нравится, правда. Я смотрю, что ты знаешь, но вот идет что-то, идет что-то, вот носик свой маленький повесил, я думаю, ну почему, это же та самая, та самая девчонка, которая всегда улыбается, у нее все хорошо, ну что это такое? Я не близко, Сленчик, а ты же в Питере. Да я же путешественники забыл. Питер же прекрасный город. Только с Казани прилетел. Ты куда идешь, кстати? Я иду куда-нибудь по Пушке. Пойдем, мы сидим там, пойдем, познакомим тебя с крутыми людьми. Тихо, ну пойдем. Пошли, я тебе говорю, познакомьтесь с крутыми людьми, правда. Если будешь потом благодарными, скажешь, ничего, если какие классные ребята. Давай. Я пойду в праздничку, она одна посидела здесь. Все, случилось, может, что-то? Может, помочь им-то надо? Нет, настроение должно. Все, подождите, я сейчас расстроился. Люда, давайте поделать грамотно. Представляешь? Представляешь, брат, я не снял. Я не снял все это время, то, что все эти умные, красивые, интересные люди говорили, представляешь? Отлично. Просто хотел вам всем показать, что это очень крутые люди здесь все собрались, это маленький чемпион, чтобы вы понимали. Папка 100% сделает так, что его сын добьется таких же успехов, как его отец. А его отец, за секундочку, здесь все. Второй криптовалютам все. Я не говорю тебе так просто так. Я 20 лет в бизнесе, начинал с простых электриков. Сейчас мы крайние 4 года нашей жизни построили банк из классического банка на территории Швейцарии. Ну, сделали цифровой некий необанк. Мы будем учиться вместе с вами, потому что, ну, хорошо, что есть, знаете, связующее звено между такими интересными умными людьми. Вы же понимаете, у них нет времени на то, чтобы давать там лекции, рассказывать об этом, о всем. Они зарабатывают деньги, строят бизнесы и так далее. А есть такие, кто про это все немножечко расскажет. Это будем мы, потому что мы вместе с вами также научимся. Просто подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там все про те проекты, которые мы запускаем, которые мы развиваем, которые мы делаем и которые в сборах, я вам скажу. Они все шатнут, все 100% шатнут. Поэтому давайте вместе с нами развиваться и зарабатывать. Клай, это чисто Москва, здорово, бля. Сидишь там? Да, да, это ты шпион, не забывай, это твое погоняло. Что ты, ты где-то с кем-то? Я на массаж. Простаты? Да. О, тогда я с тобой, братан. Мне тоже надо. Полохать? Ну и веди в жопу, бля. Бля, очень смешной чувак, но у него есть один нюанс. Кстати, он сейчас тоже там поедет куда-то за границей. Куда ты там поедешь за границей? Что ты там открываешь? Порно-студио в Чехии. Вот так вот. Вот у нас продюсер порнушки легкой. Может он для нее легкой, да. Да нет, у него точно легкой не будет там то что. Рассказываю вам такой случай, интересный. Вот как раз что связано с ним. Почему я так удивился, что я опять его увидел. Это натуре, сука, шпион, который за мной следит. Это почему шпион? Потому что это близкий друг моей бывшей девушки. Поэтому я его так и прозвал. Потому что он, сука, постоянно где-то появляется. И вот это, знаешь, маленький таракан, который вот это... Буха на говне, лапы берет. Да, да, да. Который вечно чуть-чуть там что-то где-то как. Мы собираемся поехать прямо перед Новым годом в Карелию. Стоим что-то на вокзале. Да, смотрим расписание, куда нам там ехать. И я такой, ну как всегда не могу, блядь, мимо всех девушек пройти. Я такой, смотрю, девчонка идет. Я ей там какой-то лезть, там накидываю, накидываю. Такой хуяк, смотри, у меня какой-то мужик, блядь, смотрит прямо в упор, блядь. Я вот так вот провожу взглядом, хуяк, ну смотрю просто. Я, блядь, не понимаю, думаю, блядь, мне кажется, я его знаю. Я на него, он на меня уверен. Я такой, она мне что-то отвечает, а я даже уже не слышу. Все, я такой думаю, да ну нахуй, это-то что здесь делает? А самый прикол в том, что я с компанией пацанов, там все хи-хи, ха-ха, он говорит. Ну, пацаны ему задают вопрос, это тебе зачем? Говорит, говорит, да я еду там ебаться туда-сюда. О, все, ездишь ебаться, едет ебаться все, воу, там, знаешь, вот это, ну, началась вот эта хуя. А мы-то знаем с Беном то, что наш друг немного... Ну, балуется. Ну, просто балуется, не тем, но это его... Получает от жизни все. Да, это его выбор, так сказать. Он приходит к нам в поезд, Вадим туда-сюда, и тут, короче, хуяк. Он закидывает какую-то шутку именно про тех. Про задний привод. Да, и пацаны все сидят и не понимают, то есть, ну, никто не смеется, все такие хуяк. Ну, так, знаешь, так это прям, знаешь, сразу же настороженно так сидят. И он такой, знаешь, поворачивается на меня, говорит, ты им не сказал, да? Я говорю, я говорю, нет, я ему говорю, накидал, но они не поверили. Я говорю, пацаны, если что, ебаться, он едет ни хуя не с девочками, если что. Там все просто в ахуе сидят, говорят, да ну нахуй. Ну, то есть, никому не привычно, знаешь, что бывают тоже просто нормальные ровные типы, которые, ну... Ну, блядь, по своей, там... Каменао, да, у меня? Да, 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 да. И все, и знаете... Ну, круто же, ну, не то, что круто, но, блядь, необычно иметь, знаете, в компании одного вот такого, когда, знаешь, все шутки про пидорасов, и можно сразу же отправлять туда. И вот просто все туда, и он орет над этим сам, потому что, ну, сам понимает, ну, это же юмор, ничего в этом страшного нет. У каждого самурая свой жизненный путь, да, да, да. И меч. Ух, блядь, заткнись. Блядь, как это невозможно, блядь, что это за место встречи? Я не понимаю, здесь что, блядь, было объявление? Это было объявление какое-то, знаешь, что, типа, встречаемся все здесь, блядь. С ним я не виделся год, с ним я виделся один раз за два года, ну, там буквально вот эта поездка, что он говорил. В последний раз года три назад, может быть, пять. Это мой земляк, чтобы вы понимали, Илюха Мерчук, крутой футболист, недвижки, он там сейчас в Питере там супер, что-то какой-то крутой чувак. Еще помимо всего прочего, да, он вместе с нами теперь зарабатывает на криптовалюте. Поэтому, ребятнки, вы точно думаете, что вам это не надо? Задумайтесь, пожалуйста, все перспективные мальчишки уходят туда. Меньше ты, конечно, сильно делаешь, сто процентов прям, знаешь, аппетит сразу повышается, ай-яй-яй. Ай-яй, блядь, молодец! Чтобы знали, это тот человек, с которым я дружусь, с детского садика, с детского садика. Мы все дружим, я вам скажу, мы с одного города, и это те люди, которые шатнут эту планету, вот увидите. Многие могли бы сказать, что выпивать, наверное, это плохо, но вот смотрите сразу же, какие плюсы, значит. Немножечко выпили, настроение уже немножечко поднялось. Встретились с любимыми, дорогими друзьями. А самое главное, погода нормализовалась, дождь закончился. Ну, значит, что? В нашей жизни все идет только в лучшую сторону. Сейчас, ну, с Ресика пришли, думаем, блядь, куда-то идти, там сидеть, шум нахуем, вот эта музыка непонятная. Пришли, короче, в номер, да и бабок нет. Вот, взяли немножечко вискаря, собрались с близкими друзьями, чтобы понимали... А что начальники здесь, если что? Чтобы вы понимали, мы все из великих лук, то есть деревни, 100 тысяч населения и так далее. Очень красивые. Да. И умные. И знаете, в чем самый прикол? Помните, мы сегодня встречались, ну, с этим, который немного задний вот этот, который, ну, Белка, который шпион. Вот. А он, как вы помните, он открывает порно-студию в Чехии. Вот сейчас встретились с Егором, он такой говорит, бля, я бы похуй в порнухе снимался. И знаете что? Я только что, ну, вот просто созвонился, говорю, братан, я тебе нашел актера, все, пускай ебашься. Знаете, что самое интересное? Сто процентов сейчас я эту всю хуйню срастил, и это все будет. Но если нравится ему, это его жизнь, он так хочет. Да какая нахуй разница делать то, что тебе нравится, то, что хочешь. Самое главное, что в задницу не бить. А если даже иной захочешь, это твой выбор, понимаешь? Есть тех ребят, которые рос на Амиране, Майами, Текили и так далее. Безусловно, знаешь, в чем их трудность? Не было дружности. Да, безусловно, во всех у них есть какие-то крутые качества, они крутые ребята, да. У них есть свои супер таланты, способности, но они, сука, немножечко недружные. И в них нет немножечко того настоящего пацанского, которое есть в нас. Поэтому поверьте мне, в нашем видеоблоге вы не то, что научитесь быть круче. Вы просто от того, что вы будете слушать ту информацию, которую мы даем, потому что в нас нет фальши. Мы не пытаемся вам навязать что-то. Мы просто, блядь, взяли камеру просто, чтобы вам показать свою жизнь. Не от того, что мы, знаете, хотим показаться какими-то супер пиздатами, еще что-то. Нет, это наша жизнь. Ну, лично я хочу сделать людей лучше. Просто, чтобы вы лично сами развивались, росли, становились лучше. А самое главное, вы были добрее, ведь добро правит миром. Поэтому, знаете что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И поверьте мне, и поверьте мне, топ-дэй, мать его, что? Every day, every day, да, только так. Мы за это, за то, чтобы все были, блядь, добрыми, настоящими и богатыми. Блядь, да ну нахуй, блядь, да ну. Подержи, пожалуйста, умоляю, блядь, да ну нахуя. Бля, родник, аааа. Бля, самый прикол, если вы не знакомы. Я думал, мы на Бали у него увидимся. Бля, брат, да ну нахуй. Очень крутой чувак, познакомились на Бали. До сих пор держим связь, общаемся. И самое кайф в том, что, ну, всегда приятные встречи. Ого, иди сюда. Это очень крутая девочка. Она главный, главный фейсер в заварке, я вам скажу. Это лучший фейсер в Москве, я вам честно скажу. Самая крутая, настоящая, искренне. И не пытается никого никогда обидеть. Надеюсь, камера-то снимает вообще? Снимает, слава богу. Здравствуйте. Как дела? У нас отлично, а у вас? Сорок седьмой стол. Слава, блогеры. Не, ну да, ладно, будет так. Пойдем. Это, если что, видеовлог на тусовке. Ну что, мы начинаем эту вечеринку. Публика немножечко не нашего возраста. Хочется общаться все-таки уже с более простыми людьми, интересными, которыми можно отчерпнуть какую-то интересную информацию, которую можно развить потом для себя или даже для них, или для всех вообще. Я только говорю, бля, надо, походу, уезжать, блядь, и пиздец. У нас тут заносит три, блядь, кальяна. Походу, все, петля, нахуй, остаемся здесь. Артем, пожалуйста, ответь мне только на один вопрос. Почему вы, как, ну, мои друзья, вы знаете, ну, что я немножечко из тех, кто повеселее, поинтереснее и так далее. Почему вы меня даже, нахуй, не предупредили о том, что здесь, ебаный детский сад, и это не та заварка, которая была полгода назад. Блядь, разъеб, всегда весело. Ну что ж, лето будет еще, это нормально. Да ну нахуй, все это, дети, посмотри. 7, 17, 18, 19, 20, все, нахуй. Старше никого нет, нет вот этого, блядь. Мы к этому привыкли. Блядь, я просто расстроился сегодня своих товарищей, которые хотели отдохнуть, а между... Чем, блядь, стоит на детей посмотреть? Эй, а что, у тебя не весело? Ты пьяный? Просто тебе, че? Это что это? Ну, я один не понимаю, или он не понимает. Ну, в общем, знаешь, ты сам прикольный, а тебе потом там напишут и расскажут, про что я пытался тебе нанести. Да ничего страшного, ничего страшного. Ну, ты ничего не сделаешь, я просто думал, что поделюсь с тобой печалью еще. Бля, пиздец, ну, а мы. Не, ёлка. Я себе, подождите. Подождите. Это вот так вот возможно вообще, просто скажите мне. Привет, я Денис. Очень приятно. Это будет видео-влог. Это будет самая крутая видео-влог. Помнишь старую заварку, как здесь было? Да, здесь был огонь. Нужно собрать вещи сейчас. Пошли с нами. Пойдемте, конечно. А вот здесь уже нихуя себе. Здесь прикольно, да. Нихуя себе. Нихуя себе. Привет. О, ну пиздец. Бля, ты а я где? Ой, бля. Бля, что, серьезно, бля, серьезно нахуй. У нас в кардиропа шли. А нельзя было раньше мне вот об этом рассказать? Это что, бля, за сюрприз такой нахуй? Ты могла просто сразу сказать, Денис, можешь просто за мной пойти? Да ну нахуй! О, охуеть чё за место? Крутой, мне нравится, пиздец, чё? Здесь начинается быть вечером, что-то реально приходит, да. А почему никто не рассказывал мне за это место, пиздец? А чё ты спрашивал? Братан, я в ахуе, я в ахуе! Я пока за друзьями, я сейчас вернусь. Сейчас вернусь, сейчас я друзей заберу. Блять, что это за хуйня? Я там полтора часа провёл, когда что-то шло, совсем другое дело. Денис! Ау... ау! Мой б»» Я не понимаю, я что на три года куда-то уехала. Я не знал, что всё изменилось так, я здесь не был ни разу. Это четвёртая вечеринка, мы только открыли его. Я в ахуе. Всем мой новый телефон. Сто процентов, это Олечка и, поверьте, стоит записать её номер телефона, поверьте мне, блядь. Не будьте такими долбоебами, как я, звоните сразу Оле, если вы хотите вечеринок блядь. Нам надо забрать друзей срочно Вы едите вот так, где вы Пошли, вы счас охуеетесь Вы счас охуеете. Давай, давай, давай. Готовы? Да. Готов, епало недовольное, смотри. Ой, 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 ой. Давай, 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 давай. бля, я вышел на улицу, я говорю, ко мне вышел Колянчик говорит, вы мне, блядь, на чай не оставили. Ну это ваше, блядь, не мая. Ну а я сколько чай? Я говорю, я тебя даже не видел. Ну вот оставьте что-нибудь Братан, я очень сильно расстроился, правда, что испортил вечерок Я не знал И дамы сидели ловко оттуда Я не знал Пожалуйста, мне нахуй самому стыдно за то, что все произошло и блять Сука, и в этот момент я себя реально почувствовал Вот сейчас я почувствовал себя реально старым нахуй Понял то, что я не могу такое нахуй вообще терпеть даже блять Тут родители, посмотрите, забирают детей Родители забирают детей Готовы дальше веселиться? Да, честно говоря, я хочу спать Дааааа Давай, это ты про заведение второе, которым мы были, да? Ну, оно пиздатае Оно пиздата, оно выглядит дорого Ты заходишь, за тебя с морока сразу смотрят телки эти, блять, такие оценивают, сразу сказать тебе бабу Это Москва, брат Ой, шаг за шагом, шаг за шагом ближе, она ко мне Красивая девчонка ты Привет Ой, по-моему, я тебе в ухо шлёпнул О, здравствуйте Привет Ой, здорова А вот чего вы так легко оделись? Так, что леток, они просто горячие Горячие? А что значит горячие? Фламенные страстные девушки просто Фламенные страстные девушки? Бля, круто Это, между прочим, видеоблог Интересно, вот у нас, если что, плана нет Мы просто, вы думаете, мы вышаг Сейчас мы вышаг Мы просто, ну, собирались найти себе приключения Погулять, еще что-то пойти Но вот это точно не прогулочная, нахуй, мне кажется, форма одежды Что скажете? Двигаемся к приключениям Двигаемся к приключениям Блядь, подожди, ебать Я забыл вас, блядь Девчонки, знакомьтесь Знакомьтесь, это мои друзья Ну, знаете, что я вам скажу, девчонки К сожалению, нам с вами будет не по пути Знаете почему? Потому что, ну, во-первых, вы не готовы Идти в такой форме одежды, так неправильно Зачем вам мерзнуть, знаете, мы Те люди, которые отправляются к приключениям, понимаете? Потому что мы за вот это Харкор интересное Вы не про это Поэтому я попрошу вас, пожалуйста, не мерзнете Едьте, пожалуйста, куда вы собираетесь поехать Правда, так будет гораздо лучше Это не лучший вариант, правда Это ты так решил? Да ебать, это я так решил, накурат Подожди, мы пилили Как? Для того, чтобы ты просто засел Не, нифига, мы тусим теперь Ага, да Ясно, давайте я просто вам такси обратно, пожалуйста, плачу Я не хочу вас расстраивать, правда Но Мы за более глубокое, ценное и душевное Мы думали, что такие Ну, извини, пожалуйста, ошибся Так бывает иногда Ну, правда, извини, можно я такси вам закажу? За ошибки надо платить Ооо, а сколько надо заплатить? А при чем тут деньги? Так ты только что говоришь За ошибки надо заплатить, давай Так не мать на валюты расплачиваться Будешь расплачиваться своим временем Время стоит денег Получается, все упирается опять в бабки Сколько? Нисколько Ну, скажите, пожалуйста, сколько И, пожалуйста, я вот просто отправлю на такси домой Я не хочу, чтобы вы мерзли Я не мерзну Ну, а твои подруги, по-моему, мне вообще нахуй ни разу Они идут втроем Идут, идут Такие две, короче, хуяк куда-то соскакивают Чтобы я с ней быстро поговорил Потом они такие выходят Че не знаю за схема такая Ну, блять Смотрится, конечно, немножко смешновато Так вот, что надо сделать? Да ничего Было приятно познакомиться Да, можно я вам хотя бы такси закажу Чтобы вы, ну, не расстраивались с такси на? Так мы не расстраиваемся Ну, кайф То есть такси заказ тоже не надо? Не переживай Не переживай, я же сказала, умница Все, девчонки, вы реально очень крутые, настоящие, хорошие Правда, не расстраивайтесь А самое главное, не мерзнется, блять Это ваше здоровье, между прочим Да, конечно, это уже, если что, бледновато немножко Ладно Все, папку врубать не буду, давайте Пока-пока Девчонки сейчас не видят в себе вообще ценности, блять Вот это, ну, вот они приехали, вот это, постоять, померзнуть, блять Вот это ради чего? Ради что это вообще такое? Задумайтесь, пожалуйста, ребята Это очень неважно Ёб-то, идите лучше учитесь Идите лучше, блять Я не знаю, блять, что угодно Ну, это вообще не дело Вы сами все прекрасно увидели Девчонки, подумайте Вам, ну, не было бы стыдно, если бы вы устояли по эту сторону экрана Ой-ой-ой-ой-ой Здраво отменили остановку И поняли, что нам не то, что с этими дамами не по пути Нам лучше даже, ну, направить их куда-то в обратное направление Рад тому, что мы просто повзрослели И поняли, что это нам неинтересно вот это, вот это играться И просто, знаете, сразу же на берегу Все друг друга увидели и поняли, что нет, это не туда Извините, пожалуйста Перед всеми тактично извиниться И бывает такое, что люди не совпадают в своих интересах И вот поэтому мы сидим опять за своей дружной компанией Не нарушая свои закона Потому что, ну, мы ровные пацаны Ну, что нам у нее занимаются Девчонками просто веселее было То есть, ну, не всегда это должно быть пошло Это может быть, ну, просто ради компании Ради души, ради того, чтобы просто повеселиться В этом кайф, в этом эмоции Новые друзья, знакомства Вот это все раскрывается Да ну нахуй, прикинь, я минут 15 пиздел А оказывается, камера была выключена Я там столько крутых таких тем вам рассказал Настоящая мужская дружба Которая уже очень много лет непоколебима То есть, ну, типа, это не нарушается закон И тут не дай бог хоть кто-то зарекнется о том Что, знаете, там кто-то, блять Кто-то где-то неправ Нет То есть, все всегда за свое За родное, за душевное Да, именно с сегодняшнего дня Начинается та самая история Когда я вам всем немножечко о себе расскажу Да, я очень многое могу Я вам очень многое покажу Подписывайтесь на наш канал И поверьте, будет очень много всего интересного Душевного, а самое главное, правильного Не, братан, я тебе, знаешь, что скажу В Москве минус ставлю Не мой город Не интересный Не настоящий Не жизненный Не трушный Очень мало здесь настоящего Если есть, да, безусловно, есть хорошие ребята Сто процентов Вы знаете, у меня много моих друзей Которых я вот точно так же радужно встречаю Но в основном Большое количество людей Просто немножечко гниловатые здесь Поэтому я отсюда уехал Прошло три месяца, как я отсюда уехал Еще не было ни одного дня Чтоб я сказал хоть на секундочку Что мне не нравится в Питере Просто это великолепный город со своей душой Без лжи, без плаща, без вот этих марок Без всей вот этой хуйни Мы уедем, ребята, из Москвы Потому что нам правда очень сильно не нравится Нравится все атмосфера То, какие ненастоящие люди В уличии Я думаю, завтра мы посмотрим Немножечко парад Вот это феноменально Вот это красиво Вот это по-настоящему Да, круто Потом мы посмотрим, что будет дальше За великий день победы В основном, вот эти люди Мурные Все, знаете Нет улыбок на лице Нет счастья Нет вот этой Скры, огонь и желания Здоров, брат Родой Давай Дай Бог здоровья 100% денег? Бля, нету, брат 100% тебе говорю Сразу отъебись, говорю Ну правда, ну нету Рубчик один дай А тебе на что, ладно? Если честно Вот мама идет Он хромает Покушать, чисто покушать Брать Два дня уже ничего не хавали Мама это идет Мамка, да Мамка, мама Мама Дожди секундочку А почему она хромает? Ну потому что мы уже все ноги сходили Я же скоро тоже буду хромать Ой, бля А где носки? Вот, братан Даже носков нету, представляешь? Ой, ой, ой Пожалуйста, пожалуйста Останайтесь, пожалуйста Останайтесь, остановитесь Останайтесь, пожалуйста Пожалуйста, пожалуйста Я вы знаете, что прошу? Я вас просто даже умоляю Пожалуйста Ой, родники Дай Бог тебе здоровья Спасибо Пожалуйста, вот возьмите вам Ну вот возьмите все, пожалуйста Вот это Возьмите, пожалуйста Купите Обязательно маме 100% Мама, пожалуйста Проследите, посмотрите за тем Чтобы купили вы носки Пожалуйста Не дай Бог Потратишь на алкоголь Я тебе говорю Бля, я накажу тебя Понял? Обязательно за маме Озаботься Понял? обязательно. А я что, стараюсь, брат? Я тебе серьезно говорю, не дай бог, на сколько у меня не появится. Как канал называется твой? Свой Байков называется. Я тебе говорю, не дай бог, не дай бог. Пожалуйста, позаботься о ней, это важно. Это твоя женщина, самая главная в жизни. Головой подумай. Спасибо, родной. Бля, пиздец. Вот прям я... Ой, блин. Да я такого не видел, блядь. Знаете, ну, у нее обуви, стерты ноги до крови, все, то есть, ну, типа, прям уже в выемке. Не представляешь, что я сейчас увидел? Ебать, братан, там не то, что подстерла, там, ну, чтоб ты понимал, у нее обувь билась в кожу, все, до крови уже, нахуй, короче. И вот она вот, ну, еле ходит, вот это без носков, и она вот еле передвигается, я охуел. Говорит, это мама, блядь, я бы нахуй свои носки отдал бы. Ты что, охуел, что ли, блядь? Пиздец. А вы бы, скажите мне, пожалуйста, вы бы дали денег или нет? Посмотрим все-таки, кто за какую сторону. Три месяца назад я еще все равно считал, что это супер крутой мегаполис, город, бомба, разъеб. Нет, ребята, вообще нет. За три месяца просто мышление поменялось так, и видение картинки, бля, можно охуеть. Вчера вы все прекрасно видели, не буду называть ни имена, ни фамилии, вы все сами видели. Вот она реальность. Знаете, вот она говорит, у меня нет вообще времени на свою жизнь, потому что я приезжаю в 12-м часу ночью домой, вот я тебе задам вопрос, ну что, охуенно так жить? Не очень-то, да. Правильно? Работаю, развиваюсь, работаю своей жизнью. Да, да, да. Знаете, это самая тупая охуня, обманывать саму себя. Сама при всем при этом мне только что говорила про то, что она жаловалась на то, что... Я просто не подписывала на тебя. Просто жаловалась на то, что типа, ну вот, я прихожу в 12-м часу ночью, так это все зависит от вас самих. Вы же сами решаете, как вам жить так, чтобы, ну, делать так, как вам было комфортно. Задумайтесь. Просто мой друг говорит о том, что это я ей навязываю то, что типа вот так вот гораздо лучше. Нет, давай спросим ее, чего хочешь ты сама? Твоё лучшее представление о жизни. Что это такое? Просто вот, если бы ты была, ну, просто свободным человеком, делала что бы ты хотела, чем бы ты занималась? Ну, помечтаем, если бы хотя бы, как минимум, я на часа 4-5 домой раньше приходила, то мне бы уже это более... Ты бы тратила это время на себя, правильно? Ну, конечно. Поэтому, брат, знаешь, это та самая идеология, которая очень сильно всем подходит. Просто жить и наслаждаться своей жизнью. А не то, что, блядь, сидеть на работе до 12 часов и типа, я от этого кайф. Тебе бы был от этого кайф? Задумайтесь. Когда вот я участвовал в параде, это был вот последний год, наверное, 16-й год. Я тебе скажу, что люди даже гораздо красочнее, знаешь, там, и на параде, и улыбались. Ну, вот прям были счастливыми. Знаешь, даже в Москве вот это все было. Ты едешь, там, все вам машут, то есть все рады, все это. Посмотри, нету ни одного человека, который просто тупо улыбается. Вот хотя бы просто, ну, вот какие-то, не знаю, веселые ребята. Посмотри, никого, ни одного. Я не могу видеть ни одну улыбку, посмотри. Ты видишь? Ты понимаешь, брат, о чем ты говоришь? Что ты понимаешь? Это что, тоска такая или, блядь, это из-за того, что какая-то, ну, 20-й год на туре всех так подшатнул, что, блядь, все ушли вот в этот свои проблемы, вот эти свои трудности, блядь. Ну, в Москве, в принципе, сложно жить. Выебать, блядь, пробки эти все время, бабок надо, только я везде, блядь. Сто процентов. Если наебать кто-то на штраф, не такая, да. Сто процентов. Ну, где она? Ну, где она? Не, ну, то, что ты красива, это сто процентов, сто процентов. Даже, ой, даже, даже по-другому искать никак, только единственное, ну, как-то так, смотри, ножки холодные, голодные. Блин, я голодная реально, потому что я сегодня дома не была. Знакомься, это мой близкий друг Никита. Очень приятно. Приятно. Мой друг, партнер, душа, тело, охрана, забота, перцовый баллончик, все. Нет, мне это очень нравится, знаешь, что я тебе скажу, если бы мы были в Санкт-Петербурге, я бы сказал, бля, мне это очень нравится, садись в машину, я не хочу, чтобы ты мерзла, знаешь, вот это. Прям на этом же вокзале чуть не дернули телефон, представляешь, я просто положил вот эту штучку и пока обходил, ну, точнее, проходил через этот, через детектор этот. Лжи? Да, лжи. Смотрю, типа, такой хуяк в карман кладет, я говорю, слышь, ты что, говорю, охуел, говорю, что ли? Он такой обратно отдает, такой, типа, знаешь, ну, типа, случайно вот это не заметил, типа, типа, ошибся. Перед еблом он трубкой махнул, говорю, блядь, ужас, блядь. Негодяи. Что у вас прожило в Москве, если не секрет? Ну, просто встретиться с интересными людьми, пообщаться, завалил вот это такое. Знаете, тебя, собственно говоря, и ехали. Да, представляешь? Ты не знала? Я их не верила. В натуре? Конечно. Бля, классно. Хоть кто-то верит в этот пиздеж. Давай хотя бы ладно, давай 5-10 минут, чтоб ей не мерзнет кто-то, не хочется, чтобы она замерзла все-таки. Вот тоже, где голова твоя, а? Мне хочется, чтоб ты мерзла и, пожалуйста, одевайся теплее. Ну, пока что еще не так, этот, тепло на улице. Я решаю, буду стараться. Будешь стараться? А сколько тебе лет? И что? Ну что, блядь, что это за вопрос? А что? Да не, мне... Ну, просто, я знаю, спросил, потому что мне так захотелось. Хорошо, 26 лет. А в 26 лет еще, ну, твоя маленькая умненькая головешка еще не хватило того, что надо все-таки беречь свое здоровье. Ты, между прочим... Какая-то программа о женском здоровье? Ты между что? Ты между что, впрочем, будущая мама, знаешь, и это очень важно сохранить. А особенно вот там вот, когда вот там вот все. Понимаешь? Думай об этом, знаешь, с самого начала, а не потом, когда уже поздновато будет. Я обещаю, я буду тепло одеваться. Хорошо. Все, кто увидит ее, все, все, кто увидит ее где-то вот в легком виде, сразу же подходите в свет и говорите, бля, походу ты пиздишь всем нам. Все, ладно, мы прощаемся немножечко. Ну, вы сами все поняли. Кузонна, славная девчонка. Мы уже из тех, кто ищет что-то, знаете, душевное, настоящее, вот это, ну, блядь, семью. Женщину свою, которую вот это будем любить, носить, почитать, кормить, все что угодно. Быть подкаблучником, сто процентов это про нас, потому что, знаете, важно быть подкаблучником, любить свою женщину и относиться к ней. Очень достоин, подкаблучник это не тот, кто делает все, что говорит его женщина. Нет, подкаблучник это тот, кто очень сильно уважает свою женщину и идет на какие-то уступки ради того, чтобы она лишний раз улыбалась. Вот это мы ищем. И знаешь, что самое главное, что мы это найдем. Все, как всегда, садимся, поворачиваюсь, смотрю на лицо, я говорю, бля, братан, мы, по-моему, с тобой знакомы? Он говорит, да, знакомы. Напомни, пожалуйста, откуда? Через Орутика, на дне рождения были, где-то у кого-то за городом. А, Орутик, Орутик, который наш, питерский? Да, да, да. А, все, я понял, все, я понял. Привет, братан. Как ты, Розен, приветствую. Здравствуйте, я Денис. Очень приятно. Как Москва, скажите, пожалуйста, как вот вам в целом, как петербуржцам? Дорогая, Москва дорогая. А, то есть все упирается немножко в денежку, да? Ну, не немножко, а в ножку. Ну, ладно. Ну, хотя, да, я тебе скажу, мы тоже, знаешь, ни на чем бабок оставили, на самом деле, вообще, да? А просто, как тебе атмосфера в Москве? Мне вот просто интересно твое мнение. Погода немного подкачала. Погода подкачала. Да, город, конечно, почище, чем наш. Симпатичнее, чем наш? Почище. А, почище сто процентов. Вот что-что в Москве отдать должное надо. Убрано все, ухожено, к 9 мая все готово. Вот это сто процентов, конечно, да. Санкт-Петербург, пожалуйста, давайте не будем отставать. Если что, я вам напомню, мы культурная столица. Ну что, братья, наконец-таки мы добрались. Смотрите, вот он наш прекрасный город Ленинград. Тепло, уютно, хорошо, люди общаются, посмотрите, все что-то общаются, разговаривают. Посмотрите, как все совсем по-другому. Таксисты стоят общаются, видите, какая-то жизнь, какие-то движения, а не вот это, что все куда-то бегут, куда-то стремятся. Вот она жизнь, ребятки. Поэтому, знаете что, приезжайте к нам в гости, у нас реально круто. Ну что, выпуск наш можно, наверное, подзаканчивать. Да. Москва была прикольная, безусловно. Самое главное, что как бы нам что-то не нравилось, мы с этого выносим какие-то определенные вердикты. То есть, ну, в том плане, что мы осмыслили и поняли, что важно. Поэтому думайте чаще, думайте шире, и в вашей жизни все потихонечку начнет меняться в лучшую сторону. А я скажу, что мы заканчиваем. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, ставьте лайки, отправляйте друзьям. Ну и просто, какую знать, давайте просто дружите все, да? Да, братан? Все, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова